Здарова, бандиты. Это генста-гангста. Так, идёт осада, и у нас осталось очень мало времени, чтобы записать. У меня остался последний бой. И, блядь, в идеале мне нужно ударить вот это. В идеале. Но у меня не осталось 4-х звёздных мобов, чтобы это бить. Тем более Кмона, потому что у меня остался только Люшен. Ну и всё, и нихера больше не осталось. Я до этого 3 или 4-х звёздных дома бил, блядь, поэтому у меня ничего нету. Это тоже 4-х звёздный дом, это интересно. И по моим наблюдениям, они очень важны, эти дома. Наверное, даже одни из самых важных. Потому что... Так. Давай посмотрим, чем можно бить. Что у меня осталось? У меня осталось перна. У меня осталось панда. У меня остался вуз, а в принципе это хорошо. Да, я пробью легко этот деф. Почему 4-х звёздные дома так важны? Потому что... Ну сейчас бой доиграю, я всё потихоньку буду рассказывать. Просто времени мало осталось. Так, пока ничего южить не будем. Пропускаем. Так. Я отвлёкся. Меня застанели. Всё происходит. Да. Вот. Мне надо быстро убивать ретиша. Почему 4-х звёздные дома так важны? Потому что их достаточно трудно убивать. И там очень много дефов. И очень проблематично. Их видят. Очень проблематично, я бы сказал. Ну типа, одного ты залюшенил, второго там ты залюшенил, там третьего ты залюшенил. А что дальше делать? Всё. Ну там, не залюшенил, кого-то ещё там кем-то убил. А дальше типа, чё делать? Дальше как бы проблема. Я тут неправильно немножко монстров распределил, блядь. Скоро коллапс на следующем ходу, по идее, коллапс уже дует. Ну это хуйня, я тут выиграю всё равно без разницы. На всякий случай повешаем вот эту штуку. И самое чё интересное, даже всякие дефы с ринами, рамагосами и так далее, они имеют место быть. Потому что, ну даже казалось бы смешно, да, рина, рина убивает любой чувак. Но, типа, если в какой-то момент ты начинаешь... Блядь, как у него всё время есть диспелл, я ничего не пойму. Я чё, ничего и не так делаю. Почему он у него без кулдауна? Типа, я невнимательно считаю или чё, блядь? Вроде я считал, не было, но... Видимо, я отвлёкся, когда меня отвлекли, и у меня из-за этого поплава получилось. Ммм, блядь, я уже забыл, про чё я говорил. Короче, четырёхзвёздные дома крутые тем, что... Ну, допустим, стоит пять дефов, да, с кмуном, ну, с анусом огня. Так проще, будем называть его анусом. Блядь, да хватит станет, ты конченная мразь. Сколько уже станов было? Типа, ну ты пробил один деф, второй, да, третий. Там твои сагильдейцы пробили, вы убили там два таких дома, да? Да, проходит там несколько часов, у вас отбирают эту четырёхзвёздную башню, и вам нужно оттачить её снова. И тут как бы начинается проблема, потому что все монстров поюзали, а бить чем-то надо. И чем бить, непонятно. Я тут неправильно посчитал, потому что... Ну, я много... У меня ещё много хороших монстров осталось, там у меня Кумар остался, у меня Секмет осталось, у меня Чандра остался для ГВ. Так, проиграл я сколько? Я проиграл один бой, очень неправильно сыграв, плохо сыграв. Да, мы уже почти набрали 20к. В чём есть плюсы, в чём есть минусы на этом ГВ, сейчас расскажу, что мне понравилось, что мне не понравилось. Во-первых, мне понравилось, что здесь нужно действовать сообща. И это важно, чтобы люди не тупили, обили определённые нужные вам дома, потому что если ты всё будешь делать неправильно, вы заранее в жопе. Что мне не понравилось, это то, что одна гильдия может объединиться с другой, чтобы отпиздить третью. Это то, о чём я говорил в предыдущем видео, да, такое имеет место быть. Например, гильдия Феномен действовала поначалу, пыталась бить нас, и начала проигрывать. Но потом они это поняли, и они переключились, начали бить не только наши дома, но и как бы дожимать жёлтую гильдию, и в итоге у жёлтой гильдии просто вообще ничего не осталось. И они, увидев, что нас они бровить не могут нормально, ну как, в смысле, дома-то они убивают, но не так эффективно. И поэтому они начали просто съедать жёлтую гильдию, отрезать их, и у них просто нет очков. И как бы, ну, то есть важно оценивать адекватно силу своей гильдии, да, когда ты играешь этот режим. И понимать, допустим, ну и объективно говорить своей гильдии, например, что вот для этих ребят мы не тянем, надо как бы не так активно бить их дома, а только ближайшие к нам, а стараться съедать гильдию, которая слабее нас, чтобы хотя бы второе место не потерять и получить больше наград. Что будет после таймера, я не знаю, после первой половины. Но пока впервые впечатления очень приятные. Четырёхзвёздные дефы, сейчас я покажу, вот тут вот будут. Тут шляпа полная, да, вот кумун вот этот. Вот такие, короче, стоят дефы. Не то, чтобы они были сильными, но у меня просто, например, нет мобов и объедений. То есть... Так. Блядь, сейчас. Найду какую-нибудь башню для атаки. Блядь, не могу. Я бы сейчас показал, сколько мобов у меня осталось. Можно это как-то показать, нет? В общем, у меня почти все мобы поюзаны. Почти всех мобов я поюзал. То есть у меня осталось там несколько пятёрок хороших. Хва и всё, походу, я не знаю. То есть я даже... Я даже белку использовал неодетую. Ну, плохо одетую. Я калину использовал, диаса использовал. То есть всяких разных. Ещё есть такой тактический момент, который многие считают чем-то невероятно нереальным, но, как по мне, это хуйня. Типа, многие говорят, что половину дефов можно разваливать в два моба, да? Слабых дефов. Типа там, например, Камила, да, плюс кто-то, например, там, да? Или Рина плюс там кто-то, Перна, например, да? Но люди упускают такой момент, что это практически бесполезно, в силу того, что... Чтобы это имело хоть какой-либо смысл, да? Хоть какой-либо смысл, тебе нужно сыграть три таких боя, где ты играешь двумя мобами. Кто-то говорит, что одним мобом, рамагосом можно, но таких дефов, я думаю, очень мало встретишь. В особенности, если против нормальной гильдии будешь попадаться. И как-то так. В общем, не знаю. Ну, типа, шанс, что ты найдешь за вот это время три боя, которые ты выиграешь двумя мобами, ну, практически нереальный. Практически нереальный. И в итоге все равно, чтобы сыграть эти три боя, ты отдаешь сильных монстров, в то время как, играя тремя монстрами, ты бы мог кого-то попроще использовать. В общем, мне кажется, это не очень целесообразным. Ну, типа, ну, нету в этом особого смысла, в том, чтобы понятиться и двумя мобами выигрывать. В этом мало толку, как по мне. И это все скорее панды, чем что-то эффективное. То есть, ну, реальный эффект это будет приносить, ну, дай бог тебе, один из десяти осад, потому что... Ну, говорю, я вот, например, не нашел три боя, где я бы смог сыграть в два моба. Я один нашел, и все. Ну, и смысл, ну, останется у тебя плюс один моб, и что ты с ним сделаешь? В одного моба ты гв не выиграешь, только Ромагос. Ну, это какой-то очень легкий деф, должен быть, что Ромагос это все убил. В общем, как-то так, не знаю. Ну, в дальнейшем это будет видно, но пока я не вижу в этом смысла. По поводу того, как нападать, пока мне видятся две стратегии. Это играть через десятую башню, да, вот эту, видите, которую я сейчас открыл, десятую красную башню, да, и десятая, вот, которая у нас захвачена, захватить вот эти две десятые башни, одна, по-моему, изначально ваша, если я ничего не путаю, две вражеские. Так вот, вот эти две десятые башни, они имеют больше всего дорог, и они самые вкусные. И то есть, блядь, да господи, что уебская там эта музыка? И, ну, типа, есть мнение, что эти башни самые эффективные, но это тоже не совсем верное утверждение, может быть, потому что мне вот тоже кажется, например, что по бокам очень выгодно играть. То есть, вот двенадцатый, вот сюда, смотрите, двенадцатый, седьмой, да, и вот одиннадцатый, шестой. И вот эти по бокам ты просто дома отжимаешь, их очень трудно у тебя отобрать, отзонить. И нижние дома, вот эти тоже девять восемь и пять четыре. Нижние, ну, то есть, по низам тоже очень прикольно играть. И просто как бы вот эту сторону себе отжимать и все. Но кто-то считает, что центр лучше, но это пока сложно об этом говорить. Сейчас я вам покажу в охуе. Смотрите, контрибьюцию Уэйн, блядь, двенадцать процентов. Они всей гильдой, блядь, от него убились. Это вообще пиздец. Они просто всей гильдой убились об него, я вам сейчас покажу. Вы охуеете. Блядь, это мое? Нет. Сейчас я покажу. Где он? Я его не вижу. Просто смотрите. Смотрите, сколько человек об него убилось. Это вообще пизда, просто. Просто смотрите. Это вообще охуеть. Это красиво, нахуй, отвечая. Дефы у него своеобразные. Своеобразные. Мне большинство из них не очень нравится. Ну вот этот с молонгом классный. С люшеном своеобразный. Там он не объяснял в чем хитрость. Там есть своя фишка. Мы выиграли Сидж. 104 кристалла дали за него. Ебать ту люсю, ребята. 104 кристалла и 170 мать его гильдпоинтов. Это пиздец как много. Вот домик номер 3, где Джейми и Рика стоят. Вот это очень сильный деф. И на данный момент по моему мнению это сейчас самый сильный мета деф на гв. То есть кто-то утверждает, что есть две самых сильных вариации дефов на гв. Это деф через молонга. И там есть разнообразные вариации. То есть молонг, рец плюс ракан или перна. То есть популярный очень. Ну что-то подобное. либо молонг второй дд и рец или молонг и еще два каких-то дд необычных. А вторая вариация это молонг. Ну вот это ближе даже ко второй вариации. То есть первая вариация это через рец а вторая вариация это молонг ретиш и чаще всего там это перна или ракан да. И ну кто-то я видел лайку ставит но с лайкой по-моему немножечко не то. Но тоже в принципе наверное имеет место быть. В общем ну дефы с молонгом очень сильные. То есть у дефа тут вариация смотрите ой у Вейна вот такая вариация то есть молонг бета плюс черный лич. И я вам это не люшеница и по сути это наверное и не копирится потому что если ты копируешь бету то выживает молонг и потом он в кого-то дает вторую хуйню а лич под стаками тебя уже может развалить. То есть ну и тут все на виолах все мразотные то есть бьют очень больно и куча расколов замедления два моба могут станет два моба могут стрипать очень неприятный деф лича очень трудно бить у русалки вес есть имун то есть он очень неприятный деф очень неприятный то есть надо если идешь туда надо быть запакованным реально и в чем сила таких деф вторая вторая комбинация это джемини плюс 2 дд чаще всего это ретиш плюс какой-то огненный дамагер это рика это лайка иногда это перна иногда это океанос кто-то ставит вирада кто-то ставит что-то еще в общем различные вариации с джемини и двумя дамагерами либо там один полу дд полу контроль ну и ретиш там очень хорошо заходит кто-то даже как он ганимеда использует например многие даже таким пользуются там перна ганимед там потом рика ганимед я у кого-то видел ну и подобные вариации и этот деф тоже очень сильный почему в особенности в этом режиме то есть даже даже просто так вот если у тебя нет заэроса его достаточно сложно бить то есть вариацию с вирадом бить проще потому что ну можно взять персонажи которые не станутся там например и в принципе пробить без проблем да или например через лео да ну я частенько через лево подобное дефу бью но конкретно с рикой такой деф бить достаточно трудно потому что независимо от того что ты откатил джеймени да и например накрылся щитом в усы то есть они переживают все твои бурсты джеймени все равно тебя застрипает все равно с тебя все снимет не дай бог он даст раскол рика тебя застанет отвешает дотами замедлением и ты уже можешь проиграть то есть очень большая рулетка и почему именно на осаде эти деф очень сильные вот эти два которых я назвал в чем их сила потому что представьте стоит башня сейчас я вам покажу например ух ты 104 кристалла ёпта трофи бокс о давайте откроем трофи бокс сначала давайте откроем трофи бокс давайте open трофи бокс now давай давай сученька гемстер гэнгстер открывает трофи бокс сука и чё ничего серьезно алё а чё так мало вообще ничего прикиньте ноль вообще что означает 2.4 и 4.8 server 3.9 можно с użyty 1.8 спрашиваю всех чтобы heim Да, я ничего не получил, говно полное Сука, забавно Ну, вон, кто-то свитки выбил ЛДСные, вообще прикольно Ну, кусочки, прикольно Ну, сука, такое наебаловое Что значит 1141? Что это значит? Что это, блядь? Я даже не знаю, что это значит, если честно Что за хуйня, я ничего не понимаю Короче, сейчас я покажу, где-то здесь есть Тауэр Чтобы объяснить вам наглядно Блядь, а уже закончилось, да? Блядь Нет, я не найду, наверное, этот Тауэр сейчас Потому что, видите, не открываются, да, Тауэра Короче, сейчас объясню так, на словах Чтобы вы поняли Короче, когда вы встречаете на своем пути дом В котором стоит 5 дефов с Джемини То есть, Джемини Рика Джемини там Рейтиш Джемини Рейтиш Перна Джемини Ганимет Перна И таких 5 дефов в одном доме И вы залетаете Один сносите за Эросом Второй там чем-то еще А дальше что делать И как бы Проблема в том, что Когда таких дефов очень много И они стоят в одном месте У тебя просто кончаются мобы И тебе нечем их бить И та же история с дефами с Малонгом То есть, они не сильно тяжелые Если ты быстренько коперишь и разваливаешь их, да? То есть, все хорошо Но один ты закоперил А дальше что? Один ты там, ну ладно, окей Как-то там через Тео развалил, да? Все И ты потратил все Всех своих коперов Тео Марксов Все, у тебя ничего нет Чем дальше будешь бить? И как бы В этом фишка То есть, почему эти дефы так сильны? То есть, вот эти там Малон, Кракан, да? Вот это пиздобратье, блять Там, типа Рейтиш, блять Ты один такой разъебал Там, за счет ВУСы, да? Например, там Или за счет, блять Панды Ветра, да? Там, Перны какой-нибудь, да? Развалил там С Ресом, например, пошел А когда ты второй точно такой же встречаешь В одном и том же доме То Ты как бы его бить не можешь И тебе приходится ждать Чтобы кто-то из твоей гильды его пробил И, допустим У вас есть, допустим Три человека, которые снимают такой деф Четыре-пять Вы, окей, забрали этот Тауэр И следующий Тауэр, да? Там тоже такие же тяжелые напряженные дефы А их уже нечем бить Потому что вы все потратили на те дефы Здесь не как на ГВ, блять Типа Ты мобов поюзал, они выжили Идешь дальше Нет, ты поюзал, все Ты их больше не можешь юзать Не важно А выжили они или нет И дальше тяжело очень И По моему мнению Вот эти дефы Комбинации, они очень сильные Есть еще различные комбинации Например, которые мне нравятся Например, вот эти Типа Сиара Иона И Бастет Не Бастет Клеопатра Воды Я забыл имя Клеопатра Воды По-моему, Бастет В общем, Сиара Ревайв И Клеопатра Воды Ревайв желательно Иона именно Тогда это деф-пиздец сильный И, к примеру, вы встречаете Пять аналогичных деф-ов, да? С отличием тем, что там Где-то Орион Где-то Эладриэл, да? Один ты бьешь С перной Риной, да? Который потяжелее Там с Ионой, например, да? Который Ты бьешь с перной Риной А че дальше? Как дальше будешь бить? Рины нету Перной нету Сколько у тебя еще огненных ДД Которые будут вешать раскол Хилиться и пробивать И чтобы это хватило Чтобы убить там Иону Или для Этиладриэля На ГВ это говно, да? На ГВ ты Рину взял Отпиздил Следующую Рину взял Отпиздил А тут как бы Ты Рину взял Отпиздил У тебя может быть Вторая Рина в сумке А первая-то Вторая у тебя не будет И еще одна Вот этой огненного Там тоже не так просто достать И... То есть, ну... На ГВ это реально имеет... Но вот это На Си-Джа Это реально имеет насто быть Как бы Сид шел утром Поэтому... Ну как не утром Он днем шел Мне днем неудобно Видос записывать Поэтому... Я не очень удачно Мобов посчитал Поэтому я Оставил сколько Ну одна атака У меня только осталась И вот так мы сыграли В принципе Мод мне понравился И с того Что мне не понравилось Это с одной стороны плюс С другой стороны минус То, что... Эм... Ты... Как сказать? Правильно Ты захватываешь дома Да? Определенные И наступает такой момент Когда все башни захвачены И идет час До того Как они все захватятся И вы не можете бить И типа... То есть, ну, например Ты зашел в игру Ты их бить не можешь Ты вышел Ты заходишь в игру Опять все башни побиты Ты опять бить не можешь Ты вышел Опять зашел в игру Опять все башни побиты Ты их бить не можешь То есть, ну... Вот этот момент Немножко раздражающий Но с другой стороны Это сделано, наверное, для того Чтобы... Люди Которые работают во время Того, как все начинается Они не были в полной жопе Потому что... Ну, вот как мы сегодня с утра, да? Ну, не с утра, а в обед Примерно Мы... То есть Мы сразу напали Мы, блядь, сразу там башен Не знаю Там 5-6 отпиздили Если там не больше Там башен Может 7 даже башен И там все позахватывали И как бы... И все И дальше дорог нету И все Все пошли АФК ждать, блядь А если бы были дороги Да мы бы как бы сразу Всю карту разъебали И все И что дальше будешь делать? Типа, ну... А у тебя работа, да? Ты не можешь, блядь И все как бы ты в жопе У нас там куча башен Они очки дают Типа... Как-то так Че это такое? Подожди Это как, нахуй? Хуя себе А как он так? 5 штучек, что-то? Подавись, нахуй Не жалко Какие-то шайни боксы, блядь Там были Но никто ничего не нашел Я как обычно вытащил полную залупу Ну в общем интересно То, что все равно есть награда Но согласитесь И 100 кристаллов за ГВ Это как бы много Это очень много 100, блядь, кристаллов за ГВ Просто за то, что ты отыграл Сидж, блядь Это круто, по-моему, нет? 1160 у нас рейтинг Пока рангов почему-то нету Не знаю В общем, Сидж мне понравился Кроме того, что он достаточно Скажем так Если ты хочешь прям вот На высоком уровне его отыграть И чтобы Сильного противника выиграть Ну надо много времени То есть Координировать людей То есть надо несколько часов Прям сидеть Говорить так Вот видите Вот этот аур тебе И вот этот тебе И вот это И там А во всем То есть сообща Это действительно сложно И то есть Ну Наверняка многим людям Это не подходит То есть Большинство людей И воспринимает СВ Как бы так Типа там Ну типа Поставил там Биться дракона Да, там А сам пошел Там телефон в карман кинул И пошел своими делами заниматься Когда он там зажужжал Ты его Перезапустил И как бы дальше А здесь То есть Надо реально сидеть Воткнуться в телефон И читать Что тебе пишут люди Что, блядь Типа Какие дома нужно бить Куда вы идете В какую сторону У кого проблемы С четырехзвездными домами И так далее То есть тебе нужно Все это читать Учитывать И так далее И тому подобное Это минус Но с другой стороны Я повторюсь Опять же В этом есть и свой плюс То есть Если вы человек Который работает Во время этого мероприятия То есть У вас будет возможность Вечером прийти И отыграть более-менее Все То есть Без Без лютой суеты То есть Вся суета Происходит Именно со старта То есть Когда стартуется Это хреновина Там бездес Дикая суета Кого бить Там все бьют Все, блядь Разбирают Дома Как это, знаете Как львам, блядь Кидают кусок мяса Они ура, блядь Все кидаются На него начинают Жрать Здесь такая же Картина примерно Происходит И Я думаю Вечером Такого нету Потому что Я вот сейчас зашел И без суеты Я мог бить Три дома Спокойно Или четыре дома Я мог бить Большинство из них Было четырехзвездных То есть Да, конечно Вечером тебе Выбирать не приходится То есть Ты бьешь То, что осталось Но это уже Как бы Скажем так Мелочи То есть Ну Если ты уважаешь Свою гильдию То ты должен Иметь возможность Справляться С какими-то Дефами Либо как минимум Ждать Чтобы Тебе открыли Дорогу К другому домику Который ты все-таки Сможешь распечатать Так что Режим хороший Мне в принципе Понравился И На удивление Я ожидал Намного Меньшего То есть Я думал Они его запорят И сделают Его мегахуевым Единственное Что мне не понравилось Это то Что Ну Это Много ждать Надо Это единственное Что мне не очень Понравилось Но в целом Хорошо Все сделано И Четырехзвезд И Все вот эти Бесполезные пятерки Бесполезные четверки Они теперь Имеют актуальность То есть Много монстров Теперь становятся Более актуальными Потому что Раньше Вот типа Ну вот Например Нахуй нужен Ретиш Нахуй нужен Ой Нахуй нужен Кумар Нахуй нужен Чандра Когда есть Ретиш Все остальные Монки Говно Или например Нахуй нужна Окульта Ветра Когда есть Окульта Огня И там Окульта Окульта Воды Или например Нахуй 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 нужен Жамир Или например Вот тут У меня ситуация У этого режима И мне это нравится Так что Все клево Играйте Режим Классный Всем спасибо Всем пока Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров